Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадим Родионовым здесь. Опять в согласии. И единстве хочется сказать. Да, в своем. Но я вдруг подумал, мы за все эти три года, у нас с вами ни разу не было ни споров, ни конфликтов. Меня даже настораживает. То есть, то, что у нас в этом смысле все хорошо, можем так сказать. Вроде бы хорошо. Но такое трогательное единодушие. В принципе, хорошо ли это? Вообще отсутствие конфликтов. Но у вас есть полный стакан воды, и мы можем сейчас все это исправить, как делают, например, известные персонажи. Например, господин Веллер на «Эхо Москвы» в свое время. Не будем уподобляться господину Веллера. Он человек в возрасте, ему простительно. Я тоже в возрасте, но еще не в таком. Смотрите, на самом деле, ну, мы-то с вами знаем, что у нас даже за эфиром конфликтов не было. Мы с вами ни разу ни о чем всерьез не спорили, не были в обиде друг на друга. Вот так ли это хорошо? Давайте попробуем разобраться. Давайте. Вот протест, конфликт, бунт, ссора и тому подобные вещи. Насколько это плохо? Ну, посмотрите. Обычно, если мы возьмем человеческую историю, то, что касается конфликта, бунта и так далее, обычно никаких положительных ассоциаций свой не влечет. Конфликт он или вооруженный, или влекущий за собой какие-то осложнения, не знаю, экономические и социальные и прочее. То есть, он ведет к разрушению? Бунт всегда тоже разрушение. Кровопролитие, изничтожение материальных ценностей с последующих перераспределением и так далее. И вот сейчас что происходит? Конфликты, уличные беспорядки в Гонконге, серьезные, которые, по мнению некоторых одаренных людей, есть прямое следствие Балтийского пути, который был 30 лет назад. Ну, по крайней мере, они там тоже взялись за руки и организовали цепь. 150 тысяч человек приняли участие в Гонконге, насколько я помню. Помню, что в Латвии, Литве, Эстонии около двух миллионов человек. Может быть. Беспорядки в Москве происходившие. Кстати, вот мы здесь у нас в Латвии беспорядков особых, по-моему, не припомним. Были 10 лет назад. Когда был на площади перед... Сеймом. Перед Сеймом, да. Чем, в общем-то, все и ограничилось. Вот интересно. Посмотрим на историю стран, которая протекает без конфликтов, без войн. Как ни странно, вот это благополучие всегда плохо заканчивается. Это подавление, получается, что человек просто сдерживает свои порывы, сдерживает свои эмоции, подавляет их и таким образом уходит от какого-то прямого конфликта, столкновения, бунта. И если мы говорим о Латвии, вот есть ощущение, что действительно даже какие-то кризисные годы у нас прошли без серьезных протестов. Хотя, казалось бы, экономика падала круче, чем во времена Великой депрессии. Но, тем не менее, мы как-то мирно все это пережили. Я думаю, дело не просто в подавлении. Дело в исчезновении какой-то очень важной энергии. Энергии, страсти, знаете, как хотите. Ну, смотрите. Давайте возьмем Древний Рим. 250 лет Пакс Романа, когда особых конфликтов внутри самого Рима не было. Полное мировотворение. После чего все начинает идти под откос, мелкие и крупные конфликты, раздробление. И, в общем-то, Рим в конце концов исчезает. Япония. Период феодальных войн, кровопролитие. Потом воцаряется Сюгунат, Токугава. И 300 лет тишины и покоя. С запретом иностранцам высаживаться на территорию Японии. Кроме двух отведенных портов и так далее. Тиш, гладь, ни войн, ни мятежей, ничего. Вплоть до середины 19 века, когда к Японии приближаются американские военные корабли и российские корабли. И вдруг выясняется, что тиш да гладь привела к полной деградации японской армейской системы. То есть, получается, что конфликты, ссоры, какие-то такие состояния, которые приняты считать не очень хорошими, они, в общем-то, являются неким стимулом, неким мобилизующим элементом. Том и речь. Казнь декабристов. После чего под мудрым руководством Николая I в стране. Все под контролем в тишине и покое. И постепенно страна приходит к Крымской войне, где вдруг выясняется, что она не столь сильна, как казалось бы, как могла бы быть. И таких примеров в истории масса. Ну, вот пишет нам Евгений по WhatsApp тем временем. Добрый день. В Швейцарии больше 200 лет нет войны. Вроде все неплохо. Наш радиослушатель, кстати, из Швейцарии. Пока вроде неплохо в Швейцарии. Но мы говорим о 200-х годах. Это в масштабах истории фактически ничего. Чем все это будет заканчиваться? Не без. Кстати, о Японии, которая уже достаточно давно, после Второй мировой, живет в полном благополучии. Чем была известна Япония? Ориентированность на карьеру, на законопослушность, на успех. Дети, которые бесконечно учились, учились, учились. Высшая цель жизни – поступить в престижный университет. Если не получалось, некоторые кончали с собой, потому что был невероятный позор. То есть, все время быть хорошим, послушным, ценным членом общества. К чему сейчас привело примерно, по-моему, полмиллиона или больше хикикамори. Люди, которые вообще не выходят из своего дома, нигде не работают, нет никакой полезной жизни. Уже зафиксированное массово снижение японской молодежи к сексуальной жизни. А сексуальность такая, да? Да, то есть, энергия либидо тоже начинает, которая, в общем-то, одна из таких основных энергий, что трансформируется, прочая энергия нашей жизни, начинает тоже куда-то исчезать. То есть, человек превращается в овощ, если так упростить эту ситуацию. Человек становится настолько тихим и законопослушным, что практически перестает существовать. И как это отражается на нас, если перейти с масштаба стран, перейти на уровень общества и индивидуума? То есть, если мы живем без конфликтов, если мы не ссоримся, не спорим, не выясняем отношения, то что происходит с нами? Это хорошо описал Ницше в своей книге «Знаменитый так говорил Заратустра». Он писал «Три стадии развития человека», в общем-то так, аллегорически. Он говорил, что человек на первой стадии является верблюдом, потом львом, потом ребенком. Верблюд трудолюбивый, спокойный, терпеливый. И копит все в коробку свою. Да, тащит свой груз по жизни, получает корм и проблем никого не доставляет. Но это очень мертвящее существование. Без желаний живут жизнь по правилам. Дальше лев. Это хищник. Ярость, агрессия «Я хочу». Воплощенное желание получить то, что я хочу, любой ценой. А вот третье, по мнению Ницше, стоило дитя, играющий ребенок. Эмоции, радость, веселье, импульсы и так далее. Ну, вот именно в таком порядке. Вот мне кажется, что этот идеал верблюда долгие годы насаждается среди людей. Что такое полезный, хороший член общества? Что такое человек, который не доставляет проблем? Который, ну, есть вполне хорошие цели. Ну, есть главное, содержать свою семью. И, ну, вот если сейчас просят нас с вами, мы тоже, в общем-то, не хотим бунтов, революций. Поэтому спокойно зарабатывать себе на жизнь. Ну, когда говорят про человека, о том, что он, например, не догулял в юности, и, не знаю, у него было меньше женщин, чем могло быть, если речь идет о мужчинах и так далее. Вел такой праведный практический образ жизни. Это разрушающая история, когда он, например, потом вступает в брак, и это уже упущенное. Вот этот вот статус верблюда, который, может быть, с молодых ногтей заложен. Я не думаю, что человеку, для того, чтобы жить счастливой жизнью, надо статистически до брака набрать определенное количество женщин или мужчин. Ну, даже дело не в статистике. Дело в том, что, может быть, он что-то подавил себе, что-то не попробовал, потому что это нехорошо, может быть, это неправильно, так не принято и так далее и тому подобное. И потом, я слышал такие точки зрения, наступает кризис среднего возраста и сожаление о том, что что-то ты недополучил. И вот это как раз та история, о которой мы говорили. Не нагулялся и не догулял. Обычно это человеке, который был примерным, рано женился, был примерным отцом и мужем. И вот что с ним случается, и он пускает во все тяжкие. В какой-то момент он вдруг осознает, что он что-то упустил. Не знаю, осознает ли он это, но ему внезапно чает-то хотеться перемен, взрывов, приключений. Он взрывает свою семью в переносном, в обычном смысле. Он ищет новых событий. И вот это, в общем, на него все смотрят с суждением. Но это вот как раз тот, не знаю, замороженный конфликт, которого человек избегал, может быть, в каком-то определенном возрасте. Быть правильным, быть этим верблюдом понише. А потом вдруг прорывает. Потом лев. Потом все что угодно. Я думаю, что человек, бесконечно живущий по правилам, вся жизнь, которого все эмоции подчинены строгому регламенту, это не очень живой человек. А звонок? Да, звонок. Примем его так, чтобы он сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, Александр, слушай. Добрый день. У вас шикарная тема. Вот еду прям за любимым случаем. Вот очень интересно. Да, но опять же, возвращаясь к книге и книге, как говорил Заратустра, там одна из глав посвящена тому, как Заратустра, я даже могу потенцировать, она рассмеялся за Заратустра в сердце своем и сказал, счастье бегает за мной, это потому что я не бегаю за женщиной, а счастье есть моя женщина. То есть в этом плане я думаю, что Ничек Трасс и говорил, что счастье жить с одним человеком, с одной женщиной. И вот это такое понимание, мне кажется, тоже есть. Вот насколько надо там бегать. Я не догулял, догулял, нашел свою половинку, вот и счастливый человек. Спасибо вам. Ну, вот как раз хороший вопрос. Мы сейчас говорим о тексте конфликтов. Немножко зная биографию Ницше и книгу, так говорил Заратустра, я подозреваю, что это не инструкция для счастливого брака и не совсем о том. Но Ирвин Еломыч написал, когда Ницше плакал, где он пытался проанализировать уже в художественном смысле отношения Ницше, в том числе, с женщиной. Да-да. Кажется, Ницше принадлежит знаменитая фраза, когда идёшь к женщине, возьми с собой палку. Тоже не надо брать как инструкцию к применению. Вот это ощущение правильности, когда человек всё-таки сам себя зажимает, мы остановились как раз в этих границах. Вот нет ощущения, что человек живёт в тюрьме в какой-то степени, из которой он хочет вырваться всё-таки? Подсознательно или сознательно даже можно. Что такое правильность? Мне кажется, есть как минимум два вида правильности. Правильность – это жить по правилам. И следующий вопрос, который нам приходит на ум, по правилам, установленным кем? Другими людьми? Другими людьми. Или человек что-то по правилам, которые он постепенно для себя вырабатывает сам. Чудо тоже стараясь их как-то адаптировать к жизни общества. Но это опять о правилах. Мы все знаем дети. У детей протесты и бунты на каждом шагу. Я хочу, я не хочу. Да. В два-три года это обычно называют капризами. Ребёнок капризничает. Он кричит, швыряет игрушки, он плачет, он скандалит, что-то требует. Подростковый возраст начинается в тот самый бунтарский период. И вам скажет любой практикующий психотерапевт, что дети, которые успешно миновали все протестные периоды, настораживают нас куда больше, чем дети, которые их полноценно прожили. То есть, можно здесь вспомнить знаменитую фразу «кто же в юности не мечтает о революции, кто же в старости не мечтает о покое». Да, это что-то такое. Перефразировав её. Ну да. Что-то в этом случае. То есть, нужно прожить в молодом возрасте, в детстве, в юности какой-то элемент бунтарства в том числе, для того, чтобы обрести некое успокоение. Мне кажется, не просто успокоение. Это не то, что вот опять… Мне кажется, мы сейчас пытаемся свести к этому «не нагулялся». «не нагулялся». Это другое. Протест и бунт – это энергия, это страсть и жажда жизни. То есть, это страсть окружающего… Не просто подстраиваться своего окружающего мира… То есть, не прожить свои 20 тысяч дней по определённой линейке, а как-то наполнить их чем-то ещё. Я когда, кстати, говорил о примере Древнего Рима, когда я сказал, что после долгого периода мира началась эпоха конфликтов, войн гражданских, и вот что в итоге Древний Рим рушится под ударами и внутренних беспорядков, и внешних врагов. И казалось бы, можно сказать, что тут катастрофа. Только мы не вспомним, что современная Европа – это детище, это эхо распавшегося Древнего Рима. До сих пор в Европе есть римские дороги, которые когда-то были проложены римлянами, и, в общем-то, европейская культура, европейское право, эти европейские государства, вызревшие, тоже результат происшедшего взрыва. То есть, это не ядерный взрыв, вставляющий за собой мёртвую пустыню, это что-то совсем другое. Это взрыв, который даёт какие-то семена жизни. То есть, если говорить о человеке, о личности, об индивидууме, то получается, что такой взрыв ему полезен, скорее, чем вреден? То есть, прожить всю жизнь по правилам или прожить всю жизнь, в том числе не избегая, не минуя вот таких вот потрясений и взрывов? Я думаю, периоды взрывов и протестов не просто полезны, они необходимы. Если мы задумаемся о нас, о взрослых людях, то, наверное, мы обнаружим, что протест и бунт удел не только детей и подростков. Это нам так кажется. И нам, повторюсь, очень приятно и комфортно наша стабильная, упорядоченная жизнь. Но вот один из таких настараживающих примеров, самые такие социально спокойные и стабильные – это скандинавские страны. Где вдруг появляется Брэйвик? Появляется Брэйвик – это хороший пример, я о нём не подумал. Но, как мы знаем, в скандинавских странах всех социальной защищённости, спокойствия – не на самых высоких процентов самоубийств. В Финляндии, в частности? В Финляндии, в частности, и в других странах тоже. Очень высокий процент самоубийств. Хотя, казалось бы, там сделано всё, чтобы люди не голодали, не страдали, чтобы у них не было повода выходить на улицу, бунтовать и устраивать протесты. Но это не похоже на иммунную систему. Если говорить о скандинавских странах, где всё стерильно, где всё идеально практически, ну, насколько может быть идеально в мире людей, то, в общем-то, это приводит к тому, что иммунитет уже не работает, в том числе и психологически. И поэтому норвежцы, шведы и финны заканчивают жизнь самоубийством гораздо чаще, чем, скажем, жители какой-нибудь условной неблагополучной африканской страны. Я, конечно, понимаю, что многие жители неблагополучной африканской страны просто не успевают дожить до самоубийства. То есть, там уже другой отбор работает, к сожалению. Да. Но это, в моё частное мнение, не обязательно правильно. Но, тем не менее, опять же, вот эта стерильность чувств, стерильность ощущений, она вредна, да, я понимаю? Стерильность вообще вредна. Стерильность вообще вредна. Уже достаточно давно учёные пишут, что пытаться растить детей. Там, фу, бросьбяку, испачкаешься и так далее, и так далее. И лить всё по 10 раз. Да. Это, на самом деле, очень страшно, потому что детский иммунитет не получает закалки. Но вот с психикой можно это сравнить? Эти аналогии насколько уместно? Насчёт аналогии, насчёт мыть каждый день. Известный у всех навязчивый страх, страх загрязнения. Люди, которые моют руки бактерии десятки раз на дню. С ужасным страхом заразиться и заболеть. Это очень хорошая метафора, на самом деле. Потому что эти люди, возможно, и не заболевали бактерии, но каждый, кто такого человека знает, человек на руках, кожа белая, в складках. Измученная бесконечным мытьём. И эти люди живут в постоянном стрессе, который для иммунитета вреднее любой инфекции. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервёмся. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами и звоните. Во второй части мы также продолжим принимать ваши звонки. Мы продолжаем. Эта программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Говорим мы сегодня о протесте, о бунте. И у нас есть звонок в этой части программы. С него и начнём вторую часть. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Марк Ильич. Да, Марк Ильич, слушаем вас. Вот я хотел рассказать небольшую такую иллюстрацию ситуации, конфликта и попросить ваш взгляд про решение. В общем, вкратце, есть одна девушка, женщина, с которой встречаемся, как бы друзья. Но у меня вот дико не нравится одна вещь, то, что когда я звоню, она не обзванивает или делает это через неделю. Потом извиняется, ну, я ей сказал, что это мне как-то неприемливо, что я как-то, ну, пожалуйста, ну, перезвони хоть на следующий день или пришли, смс, что ты не можешь. Однажды это, ну, вроде бы, сработало, а потом опять то же самое. Я звоню, через неделю мне отзвонит, извиняется, ну, вроде бы, как бы, я даже поверил этому извинению, но как-то вот кровь кипитит. Я вот сейчас думаю, а правильно ли мне, когда это меня задевает что-то, одевательно ли решать конфликт в этот момент или все-таки успокоиться и, ну, как-то потом отложить. Да, спасибо вам. Ну, кстати, как раз в тему истории. Как реагировать на игнорирование, наверное, по сути? Я не сын-консультант по вопросам брака и семьи, конечно. Конечно. Но мне кажется, что если девушка регулярно не перезванет через неделю, возможно, и просто не очень интересный Мартинш. Потому что, конечно, у девочки есть сложные психологические проблемы с образом мужчины и так далее, но поскольку Мартинш, вы не ее психотерапевт, и я не ее психотерапевт, надеюсь. То есть, здесь трудно что-то решить, но вот опять здесь такая ситуация. Или вы избегаете конфликта и кротко терпите эту ситуацию, если она продолжается энное время и затягивается, как-то на вас скажется, Мартинш, на вашей самооценке, на вашем отношении к себе как мужчине и так далее. Что вы знаете, конфликт не значит, что надо по горячей сразу вспыхнуть и устроить страшный скандал с битьем посуды и метанием телефона в стенку. Нет, конфликт, он может быть вполне и спокойным. Конфликт может быть спокойным. Что такое конфликт? Такое категорическое, настойчивое неприятие ситуации, какое оно и есть. То есть, я не согласен. Да. Я не призываю сделать какие-то ультиматумы, я не менеджер вашей личной жизни, но мне кажется, это вам самому понимать. К чему вас приведет долготерпение ситуация, в которой, ну, мне кажется, видно некое пренебрежение вашими чувствами, вашими интересами. Я не знаю, у вас уже есть какие-то свои объяснения по этому поводу, но как минимум, мне кажется, стоит откровенно поговорить и прояснить ситуацию, о чем идет речь. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, вот насчет Скандинавии, вы говорили, да, там, ну, может быть, вот в финансовом, конечно, плане, да, там все супер, но почему-то вот много самоубийств, да, один из аспектов, что люди очень много пытаются скрыть из своей личной жизни, потому что там, например, к примеру, насчет Норвегии, я вот не понаслышке знаю, рассказывали, да, что, например, например, если ты приходишь на работу, если ты приходишь на работу и там один-два дня ты не улыбаешься угрюмо, то тебя просто, ну, по-русски заклюют, затюкают. Почему? Ну, отдел кадров, грубо говоря, да, чтобы занялись, почему, ну, например, так, они это все не навязчиво, да, говорят, но посмотрите, что с человеком, может быть, посмотрите. И вот, мне кажется, вот от этого всего, от этого всего вмешательства, что вот человек покупает часто алкоголь, да, но в компании, сразу же в компанию дают звонок, с ним очень, может быть, скорее всего, начнут разговоры, опять же, как где-то сдалека, знаете, заходить. И вот это вот все скандинавы, они это знают, и люди по максимуму... Да, спасибо вам, ну, вот такая иллюстрация. Ну, все-таки Игорь сказал сначала, что это не по наслышке, только то, что ему рассказывали, то есть по наслышке. То есть это не то, что человек прошел сам. Я думаю, что общество предельно регламентированное, где есть вот этот вот порядок абсолютный, тот самый знаменитый немецкий Охнунг, где все упорядочено предельно. Ну, вы же знаете, как называется состояние предельной упорядоченности? Как? Смерть. То есть все? Все остановилось, все процессы остановлены. Все предсказуемо в нашей жизни. Да, да. В связи с этим. Но дальше обычно за смерть все-таки это не конец, начинается энергия распада. То есть то, что умерло, начинает распадаться. Я думаю, что это тоже так метафорически касается и человеческой, и человеческой личности. Там, где исчезает энергия событийности, энергия какого-то всплесков, эмоциональных поступков вопреки течению, начинается энергия умирания и распада. То есть жизнь в стабильном обществе, она тоже может быть вредна, по сути. Я думаю, что чрезмерная стабильность совершенно точно вредна. И потом, ну как опять показывает человеческая история, может быть, стабильность в пределах какой-то одной жизни. Это тоже вряд ли. Даже на протяжении моей жизни, хотя я не участвовал в войнах, Ригу не захлёстывали, эпидемии, цунами и так далее, но пережито очень много всяких социальных потрясений и событий. И это ещё достаточно благоприятный период человеческой истории. Очень благоприятно. Это не то, что родители и деды, которые знали, что такое война, не понаслышке и её последствия. Так вот, мне кажется, вот эта предельная упорядоченность и спокойствие, она может быть субъективно приятна. Потому что имя слово «спокойствие» нам нравится обычно. Нам нравится спокойная жизнь. Особенно, когда мы уже в возрасте. Мы не хотим потрясений, мы не хотим менять работы, переезжать куда-то. Даже, как переезд и ремонт, ничего хорошего людей не вызывает. Все неприятные ассоциации. Так вот, отсутствие перемен, мне кажется, губительно и для человека, и для общества. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Здравствуйте, я слушаю вас. Я 5 лет живу в Дании. Вот у них очень высокая социалка. Значит, у них стрессов нету. Детям не ставят оценки в младших классах. Просто ходят, слушают. Домашних уроков нету, домашних заданий нету. Но у них очень высокая национальная вот эта сама идентичность. То есть они гордятся своим этносом. То есть у них повёрнут они на эту тему. И вот от людей, которые там давно живут, русскоязычные, я узнал, что большой процент самоубийств, это в основном иностранцы лишают себя жизни. Там с мостов прыгают. То есть местные живут долго, там по 90 лет. Да, спасибо. Вот такое наблюдение. Та статистика, которую я читал, не упоминала, что самоубийство только среди иностранцев, насколько я помню. Ну, у меня нет по другой цифры, поэтому не буду спорить. Есть ведь такая фраза «умер от скуки». То есть это как раз, наверное, к нашей теме. Есть такая фраза. Мне кажется, если у человека отсутствует некий конфликт в каком-то этапе жизни, он перестаёт себя обозначать как некий отдельно существующий объект. Он перестаёт себя обозначать как кого-то, кто может являться источником или причиной перемен. Он становится, ну, не знаю, молекулой воды в потоке, каплей воды в потоке. То, что трудно различить и выделить. Шестерёнка в часах. Можно и так сказать. Можно и так сказать. Поэтому, мне кажется, вот эта энергия… Мы всегда чувствуем чувство энергии упадка и скуки. Звонок? Да, только что был, сорвался. Я ещё раз напомню. Телефоны прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Номер WhatsApp 230-6191. Звоните, пишите. Мы также зачитываем ваши комментарии. Есть у нас звонок. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер, Олег. Да, Олег. Скажите, вот, по-моему, для человечества самое пагубное – это монотонность благополучия. Вот когда уже всё есть и не к чему стремиться. Вот и начинаются всевозможные конфликты. Дэн, спасибо. Про олигархов часто рассказывают, что они знают, что делать уже. Потому что вроде всё попробовал. Вот мне ещё ни один олигарх не жаловался на что подобное, поэтому мне трудно об этом говорить. Потому что монотонность благополучия. И ещё раз, обычные взрослые люди, в большинстве, хотят монотонности благополучия. Им кажется, что это прекрасно. И у тебя есть что-то замечательное. Если есть некая прогнозируемость в твоей жизни, наверное, здесь что-то успокаивающие. Вот когда твоя прогнозируемость очень однообразна, и каждый следующий похож на другой, на следующий, на следующий, тогда, мне кажется, становится тяжело. И опять, если мы говорим о протестах, тема протеста очень близка к знаменитой и не очень любимой мной фразе «выход из зоны комфорта». Это же тоже что-то в выходе из однообразия. Другое дело, что как-то уже была передача посвящена. На мой взгляд, из подлинного комфорта, такого настоящего, никто никогда выходить не хочет. Люди обычно выходят из зоны комфорта, вот это что называется, вялый хронический дискомфорт, который вроде бы… Который устраивает. Он такой, а могло бы быть и хуже. Ну, слава богу, что так. Стоит ли совершать эти резкие телодвижения, искать каких-то перемен? От добра добра не ищут. И множество прочих таких унылых, мещанских мужеств. Зачем ставиться к лучшему, если и так не плохо? Да, да. Лучший враг хорошего. И так далее и там подобное. В общем, можно еще много по этому поводу говорить. Вот, мне кажется, выход из зоны комфорта начинается тогда, когда этот псевдокомфорт, ты ощущаешь, он тебя душит. Я думаю, что ощущение человека, который каждое утро просыпается, я знаю, что его ждет что-то одно и то же, даже не по внешним признакам, наверное, я не знаю, великого ученого или великого писателя, внешне тоже ждет одно и то же. Он, понимаете, делает механические дни те же телодвижения. Но его бытие насыщено как-то иначе. А кризис среднего возраста, кстати, не относится к этой истории? Это некий конфликт и некая попытка противостоять, ну, во-первых, уходящей молодости этому субъективному ощущению, а во-вторых, все-таки это тоже некий бунт все-таки против природы. Мне кажется, что фраза «кризис среднего возраста» – это некая мистификация. Нет такого диагноза. Потому что если почитать разные труды нашей жизни, то есть кризисов бесконечных. Кризис первого года жизни, двух-трех лет, шести лет, подростковый кризис, еще множество разных кризисов. Успевает отдыхать между кризисами. Потому что кризис среднего возраста зависит от конкретного человека. Я думаю, что то, что в нем накапливается годами – это история его личной биографии. Я думаю, совсем не всякий человек, достигший среднего возраста. Вот сейчас тоже очень расплывчатый и туманный. Понимаешь, какой средний возраст? После сорока? Да. И ты когда-нибудь понят? Да. Это туманность формулировок. Думаю, кризис возникает у конкретного человека. У них тоже в 18, в 20. А некоторые люди проживают эту хорошую, законопослушную жизнь. Но при этом, когда их просят вспомнить и рассказать, они как-то нечего рассказать. Причем даже мы не говорим о событийности. Мы говорим об эмоциональной насыщенности. Как говорят люди? Вот сейчас работаю, детей ращу. А там и внуки подоспеют. Это такая вот плавная-плавная жизнь. И что самое, конечно, странное, человеку нельзя осуждать за это. И я думаю, что... Ну, я точно не бунтарь-революционер. Да и вы, Вадим, подозреваю тоже. Но если вспоминать мою жизнь, всячески подброшенные судьбой испытания, почти все, не все, шли мне на пользу. Они заставляли меня сниматься с места, предпринимать какие-то резкие телодвижения. Они в свое время заставили меня проработать 4 месяца в славном городе Нью-Йорке грузчиком. Одно из моих любимых воспоминаний в жизни. Это был потрясающий опыт, который многое мне дал. Такая довлатовская история. Ну, не совсем. Хотелось бы быть близким к довлатовским историям. Я думаю, что на самом деле то, что мы вспоминаем, вспоминаем мы не периоды тиши до глади. Мы вспоминаем встряски, всплески. Именно тогда мы себя ощущали живыми. Вот не случайно люди, склонные к всяким экстремальным видам спорта, у них тоже своеобразный наркотик. Хотя мы говорим о том, что по теории психоанализа экстремалы – это люди, которых бушуют. Энергия – это натос, энергия самоуничтожения. Но, тем не менее, мне кажется, эти люди такими экстремальными способами начинают снова ощущать себя живыми. Здесь можно попытаться найти, если не ответ, по крайней мере, попытаться найти ответ на фундаментальный вопрос смысла жизни? Потому что если кризис делает наши провода оголенными, заставляет нас чувствовать живыми, то мы, в общем-то, проживаем какие-то эмоции более остро. А не в этом ли, собственно, есть смысл этой жизни – быть живым, пока ты живешь? Я думаю, что только когда провода оголены, когда происходят некие события, только это дает нам шанс почувствовать и понять, что такое смысл жизни. Пока мы живем в таком тихом полунаркозе, в этой дреме, невозможно ощутить, что такое смысл жизни. Знаешь, я не знаю, как, наверное, медведю, впавшему в спячку в бирологии, невозможно ощутить собственную жизнь. Это необходимая часть его жизни. Хотя есть такие на свете. Медведь-шатун, который что-то из спячки выводит, ходит в злющий полюс. Довольно агрессивный. Да, и ему не стоит попадаться. Наверное, люди, переживающие кризис, тоже своего рода шатуны. Не все они опасны для окружающих, но они приносят с собой в жизнь свою точно и окружающих тоже, хотя их, потому что не всегда просят, элемент непредсказуемости, элемент неожиданного выбора, элемент случайности. Посмотрите мировую литературу, приключенческую, и не только. Все происходит в том, что вдруг происходит некий случай. Вдруг кто-то к нему пришел и сказал, слушай, да. Например, это некий случай, и этот случай переворачивает твою жизнь. И вдруг твоя жизнь начинает бурлить и нестись со страшной скоростью. И именно об этом люди любят читать. И спрашивают про неспешную жизнь. Есть там старосветские помещики, гоголевские и так далее, но это такая грустная книжка достаточно. Но, тем не менее, вот это, ведь во многом этот случай, когда он приходит неожиданно, многие пытаются его избежать на каком-то этапе, потому что, ну, как вы сказали, большую часть жизни мы, по сути, спим. Ну, спим в неком спокойном состоянии, и мы просыпаем, и день, можно назвать какой-то любой день года, и, в общем, не вспомнишь, что ты там делал. Наверное, работал, наверное, пришел домой, наверное, поставил чайник, наверное, выпил кофе, наверное, пошел спать. Ну, в общем-то, этот день похож на другой. Но вот это наше желание пробуждаться. Ведь мы где-то подсознательно с ним тоже боремся. Вот эта треская встряска, мы же тоже боимся ее, многие. Боимся этого случая. Боимся. Еще раз повторяю, мы вовсе-то все хотим прогнозируемости. Мы вовсе-то не хотим неожиданных событий. Но прогнозируемость... Сказать, передозировка прогнозируемости – это как передозировка чего-нибудь снотворного. То есть можно все проспать. – Да, чувства, как будто закутаны в вату. Вся жизнь такая в ватном коконе. – А потом, когда придет тот самый день, будет больно за зря прожитые годы, да, если вспомнить Островского? – Если ты еще успеешь об этом подумать, об этих зря прожитых годах. – Но это важный момент все-таки. Если мы говорим, что предел мы знаем, и, в общем-то, каждый человек, пока, по крайней мере, не изобрели ничего, того, чтобы позволило нам жить вечно, он же задумывается о том, как прожил свою жизнь. – Вот это ощущение мучительное. – Я вполне могу себе представить людей, которые всю жизнь успешно избегают задуматься о том, что происходит с моей жизнью. Кто-то избегает этого, уходя в бесконечную работу, кто-то уходит в развлечения, кто-то уходит в телевизор, кто-то в алкоголь, наркотики или еще что-нибудь. Очень много вещей для того, чтобы не задумываться. – Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? – Антон, извините, я только подключился недавно. В принципе, очень интересный вопрос, но мне кажется, он очень сложный. Даже в ваших словах противоречие, конфликт подкакт-поцент, получается, противоречивый. С одной стороны, мы по жизни хотим спокойное, без тряски, чтобы семья была бы стабильная, чтобы дети были бы здоровыми, в стабильности, нормальности. С другой стороны, нам не хватает приключений на свое одно место, как бы я бы сказал, если их слишком много, или каких-то изменений резких в жизни, которые, конечно, по молодости... Здесь надо различать возрастное. Я тоже согласен, что, наверное, клинического среднего возраста нет, а это возрастное. Если молодежь активна, мы интенсивные, мы много впечатлений имеем, все вновь, очень много вновь в нашей жизни, но после сорока, к сожалению, нового в жизни очень мало. И в двадцать пятый раз на день рождения идти, уже заранее зная, что там будет, уже не настолько интересно, как первые два-три четыре раза. Да, спасибо вам. Не знаю, у меня пока еще нет сорока, не могу ничего сказать. Я думаю, что насчет после сорока... Ну, конечно, в молодости мы активнее, гормонально, как угодно. Но мне кажется, что у нас сейчас такое время, когда у людей возраст пожилой, где-то еще в семьдесят и так далее, я думаю, что после сорока у людей весьма активная жизнь. Кстати, сорок лет по многим канонам считается пиком, расцветом для человека. А если раньше это было 33, если не ошибаюсь? Нет, это только у Иисуса Христа, и то ему не дали просто дольше прожить. А Карлоса на сколько было? Он был зрел... Пиздый мужчина в самом расцветии сил. То есть, после сорока были. Сколько ему лет, было непонятно. Ну что ж, чтобы подвести итог нашей сегодняшней теме, мы говорили о бунте, о конфликтах, и пришли к выводу, что это неплохо. Это не просто неплохо, это на самом деле необходимо. Нравится нам это или нет? И когда все эти приключения, экспромты неожиданно случаются в нашей жизни, из-за каких-то особых трагедий мы всегда потом вспоминаем с удовольствием. И о том, что это нам дало, и какими мы стали благодаря этим событиям. Ну что ж, на этом мы закончим сегодня программу. Диагноз недели. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Я с вами не прощаюсь. После шести часов у нас вечерний интерактив. Ариэлю мы говорим до свидания. Встретимся через неделю. Через две недели. Оставайтесь с нами. Всего доброго.